узнаваемый дизайн молодцы китайцы понятно все просто как в хэтчбеке c-класс здесь абсолютно другие настройки а хорошо как свист колес друзья всем привет эта команда автопанорама меня зовут павел кореневский и сегодня у нас электромобиль да да новый китайский электромобиль gilie geomi 3c который может получить белорусскую прописку но представьте только за первое полугодие 2021 года в беларусь было ввезено 2112 электромобилей все-таки снятие таможенных пошлин на электромобиле быстрое развитие инфраструктуры зарядных станций они способствуют электромобилизации нашей страны насколько новый игрок а мы уже даже знаем его цену и сегодня мы прокатимся на разных дорожках посмотрим как едет этот кросс хэтч ну и конечно же сравним что у нас по ценам по эксплуатации электромобиля и такого же по классу автомобиля с двигателем внутреннего сгорания ну что поехали ну и конечно я жду ваши комментарии я не всегда могу быть корректным очень часто бывают субъективным поэтому сразу же пишите ваши комменты и во время прямого эфира в чате и конечно под видео если вы настоящий электромобилист и знаете все про электромобили милости просим сегодня у нас на тест-драйве gilie geomi 3c в максимальной комплектации с запасом хода 550 километров электродвигатель один устанавливается на переднюю ось 150 киловатт 310 метров крутящего момента сам электромобиль китайцы сделали на базе уже знакомого нам кросс хэтча gilie gs и здесь те же самые параметры колесная база 2 700 миллиметров размер но может только в миллиметра где-то не бьется потому что конечно он несколько иной по дизайну давайте обратим внимание для начала на дизайн ну во первых это не dvs это не автомобиль из двигателя внутреннего сгорания здесь нет необходимости делать большую мощную фальши радиаторную решетку для охлаждения для охлаждения двигателя для охлаждения самого радиатора поэтому по традиции электромобили здесь полностью все закрыто пластиком спереди вообще китайцы выводят геометрии как отдельный бренд отдельный бренд электричек электромобилей но логотип остается прежний но немножко другого цвета у нас естественно абсолютно иные фары фары у нас и иди уже не знаю сколько там стоит этих самых отражателей света потому что они не излучает свет а как бы там целая система большой мощный бампер естественно мощный с у у нас же кросс история поэтому низ нижняя губа пластик пластик достаточно износостойкий этот пластик идет по всему периметру как спереди сбоку арки так и сзади а еще у нас не знаю это дань традиции или есть какой-то здесь аэродинамический смысл но интересно посмотрите у нас стоит такой воздухозаборник скорее это элемент дизайна но самое интересное что все таки вот он насквозь и воздух проходит туда наверное для того чтобы на максимальной скорости у нас максималка здесь остановлены на 150 километров в час но зато разгон до сотни меньше 7 секунд 6 и 8 мы обязательно это сегодня проверим у нас стоит смотрите одна камера передняя камера на лобовом стекле для читки дорожных знаков и у нас стоит полноценный радар миллиметровый бьет он что-то около 160 метров вообще очень много технических вопросов которые вот приходится догадываться или сопоставлять с другими моделями потому что у нас с вами пока предсерийная версия завод бил же только планирует наладить производство этих электричек ну может через несколько месяцев и даже пока цена тоже на него очень примерно но в китае этот электромобиль уже есть и в китае уже на нем ездят продолжим осмотр у нас в общем сбоку это автомобиля вы вряд ли отличите от стандартного джесс разве что такие необычные литые диски выдадут электромобиль здесь у нас размер 18 в дюймах размерность шин я вам скажу 225 на 45 r18 пластиковый обвес идет на пороге что очень хорошо вот эта история классная кстати тоже можно отличить электромобиль в данном случае китайские джили от двигатели внутренние сгорания вот это традиционная палка ручка которая выдвигается и которая готова и как бы ждет и говорит давайте открывайте если мы закроем машину ручка естественно станет на место вот она сама становится на место и у нас складывается боковое зеркало подходим все выдвигается отдельная история по пыли мы кстати прокатимся сегодня на грунтов очках и посмотрим забьется ли пыль грязь особенно зимой вы помните когда очень много грязи и вот этот вот звук тогда будет не современный такой а такой со скрежетом песка и пыли до проверим большой плюс для наших дорог да действительно пластиковый обвес он идет и по аркам и снизу он не заходит полностью на порог это конечно небольшой минус порог у нас открытый немножко будет грязниться но ничего страшного бампер у нас абсолютно иной если сравнивать например с gs и здесь есть уже элементы дизайна именно электромобиля посмотрите на эти объемные шашечки вот тактильно я чувствую что они выпухлые и смотрится интересно не важно что понятно задний пампер нижняя часть будут грязными запыляться но это очень узнаваемый интересный элемент дизайна большая планка которая соединяет фонари задние с надписью геометри светится она с включенным светом фар и еще посмотрите какая классная штука в нашей максимальной комплектации чего нет даже в максималках джесс у нас полностью на всю крышу нет это не люкает все-таки панорамная крыша она не открывается что называется на совсем открывается но снизу открывается и есть такой необычный вид оценим багажник никакой никаких электроподъемников у нас нет стандартная крышка багажника стандартная полочка вообще багажник полностью абсолютно похож на джели джесс если у нас читать давайте-ка заглянем что-то я не вижу здесь никаких а нет есть у нас до к . 17 диаметр и здесь же стоит еще все-таки стоит здесь да не могу открутить да могу ничего открутить но это видимо все таки стоит сабвуфер который интегрирован вот сюда органайзер собственно все что нужно про уши на и все и домкрат все есть что нужно хорошему водителю хорошему хозяину велюрчик приятный на ощупь качество материалов вполне давайте оценим сам багажник 80 сантиметров глубина ширина по арочкам 90 по диагонали у нас может что-то поместиться длиной 120 сантиметров не более того естественно как любой багажника хэтчбэк хорош тем в отличие от седана что багажник можно увеличить легким движением руки кстати ровного пола не получится как видите но зато почти два куба ну да не совсем ровный пол все-таки порожек вот этот будет и лечь будет неудобно зато для перевозки длинномеров у вас будет 160 сантиметров в длину в целом человек по диагонали если очень надо где-то переночевать может подложив что-то в багажник в этом почему нет не поехать в путешествие на озера на электромобилях компании из практичных моментов отметил для себя что китайцы совершенствуют и задумываются над нашей зимой и меняют предположим вместо крышки багажника полностью железный проблема всегда была и есть нашей зимой с нашим льдом это ржавчина вокруг стекла заднего вида так вот они решили и очень просто просто сделали пластмассовую накладку тут ржаветь просто нечем я смотрю и по капоту и по стойкам в общем и по кузову по передним по задним крыльям у нас остается все тот же джили джесс узнаваем дизайн молодцы китайцы давайте оценим второй ряд у нас вот максимально сдвинуто переднее сиденье максимально до конца и конечно я здесь упираюсь ногами если я пересяду сам за собой меня рост 178 ну здесь конечно уже 10 сантиметров даже запасом 12 у нас есть по функционалу на втором ряду у нас есть кармашки двух сиденьях у нас есть подлокотник достаточно широкий подлокотники две ниши с такими вот фиксаторами прорезиненными подголовника 3 у нас есть воздуховод никаких кнопок нет просто можно менять сам поток воздуха и у нас есть одна зарядка юсб понятно все просто как в хэтчбеке с класса заглянем салон здесь в общем-то все по-иному если сравнивать с джили джесс во-первых материалы отделки дверной карты они иные здесь такие соты шестигранную и сверху хотя пластик как снизу дверной карты так и сверху такой достаточно жесткий но сами материалы очень интересно не знаешь насколько они экологичны не читал я пока очень мало информации по геометрисе но то что здесь у нас такая как бы ткань проклеенную да опять таки вот эти соты шестигранные с такими разными элементами объемного 3d повторяются смотрите здесь эти шестигранные соты здесь очень интересны 5 никаких дефлекторов а дефлекторы вот ниже есть и они регулируются держит дефлекторы и здесь для подачи воздуха они вот сделаны дизайнерский виде вот этих самых сот эти соты повторяются посмотрите и здесь на центральный летящий парящий как сейчас модно дизайнеры джили ее практически везде в dvs в обновленном атлас про есть вот это парящие центральная консоль сделали неё и в электромобиле очень необычный но маленький во первых по размеру и интересно что он интегрированы вместе с рулевой колонкой вот этот маленький бортовой компьютер вместе с рулевой колонкой большой экран центральный но здесь он действительно большой и очень напоминает те что ставится и в угреях и в новом атлас про наверное стандартный 12,3 дюйма скорее всего кресло у нас электрорегулировки две электрорегулировки вперед назад выше ниже и складывание спинки никаких поддержки спины нету ну зато здесь ярко выражена такая боковая поддержка как на нижней сидушки так и на самой спинке искусственная кожа кожа такая практичная некоторые ругают я говорю что искусственная кожа будет служить дольше чем натурально потому что она не боится джинсов как некоторых автомобилях в джинсах не садится здесь на эту кожу можно садиться опять-таки наш шестигранничек наша сота повторяется и здесь на бардачке бардачок с микролифтом интересное решение опять-таки вот эти соты шестигранные как элемент дизайна в самом пластике интегрирован в пластик получается такая шагренивая шагренивый пластик я смотрю что он везде и на порогах и на дверной карте интересно интересно да и вот на стойках все это здесь есть потолок у нас светлый опять-таки отличается качество материалов от автомобилей dvs который выпускает джили повторюсь не знаю насколько они экологичны потому что конечно электрокар по идее должен быть экологичным перед глазами водителям минимализм у нас есть раз два три четыре дефлектора воздуховодов которые вручную меняет направление и все у нас есть такие приятные на ощупь тактильно клавиши которые управляют системой климат-контроля и собственно говоря все да и кнопка аварийной остановки она под рукой она удобно вынесено и из функциональных вещей на центральной консоли естественно дань моде никаких тебе рычагов каких-то страшных таких переключателей у нас шайбочка с кнопкой паркинг и с джойстиком назад нейтралка и драйв у нас есть автоматический стояночный тормоз и у нас есть вот такой подлокотничек кстати в подлокотнички удобная зарядка для ключа здесь даже нарисовано если у вас вдруг садится ключ или вдруг он уже сел вы просто можете положить вот сюда бардачок и по крайней мере он прочитает даже ключ с севшим аккумулятором севшим севшие батарейки и немножко ее подзарядить у нас здесь есть небольшой подстаканник совершенно небольшой не пойдет даже на литровую бутылку только для стаканчика или пол литровой бутылки у нас есть одна две три ниши для разных мелочей для телефона большой плюс у нас есть беспроводная зарядка которая опять-таки нету никакой информации какая тут мощность какая сила тока и у нас большая такая тоже прорезиненная с вот этими самыми сотыми шестигранными полочка куда можно положить весь карты у вас предположим не один телефон как у меня раз два и три то будет полезно сразу кладем на зарядочку зарядка пошла а эти пусть отдыхает у нас есть раз два юсб входа у нас есть 12 вольтовая стандартный connect и собственно говоря все то есть никаких клавиш больше ну да в дверной карте у нас настройка зеркал со складывания с функцией складывания пожалуйста одним движением но есть и запрограммированная при открывании закрывание двери и также вы вручную можете это сложить кроме того у нас есть из функциональных клавиш только на панели только корректор фар выше ниже ну и конечно у нас многофункциональная руль с кнопкой включения адаптивного круиз-контроля с изменением расстояния до следующего автомобиля у нас есть выключение звука громкости звука собственно говоря собственно говоря вот и все все остальное у нас зашито в мультимедиа у нас здесь есть очень полезная функция с которой я привык настолько это обзор 360 градусов напомню здесь у нас даже не раз два три 4 5 камер здесь даже показывают разные точки с восьми точек можно сделать 3d 2d можно увеличивать можно смотреть сзади можно смотреть зеркалку сбоку очень полезная функция особенно когда вы паркуетесь в городе и опять-таки посмотрите на качество hd проверим это во время парковки кстати сожалению большому здесь нет волшебный кнопки кнопки парковка с кнопки поэтому все придется делать самому но опять-таки у нас здесь есть камеры кругового движения парктроники поэтому естественно радио естественно у нас выбор через юсб музыки музыка и система звуковая здесь классно здесь стоит боус динамиков я вам скажу раз два три четыре высокочастотные динамики 5 6 сабвофера нету у нас есть наша проверочная музыка звучат не трещат понятно что звук можно настроить эквалайзером это все достаточно так индивидуально на то что боус поставили при я при я молодцы пытается что касается безопасности делаю сразу же предварительный осмотр опять повторяюсь не первый не последний раз очень мало информации очень мало информации по жесткости кузова очень мало информации по активным системам безопасности что здесь стоит что поставили китайцы но по крайней мере визуально я могу сказать что здесь стоит раз два три четыре пять шесть и в сиденьях посмотрите у нас есть аэрбэги то есть 788 подушек безопасности но это неплохо нет конечно здесь коленные подушки ничего страшного но восемь подушек плюс я так понимаю должен же быть жесткий кузов и должны быть активные системы безопасности все это делает китайский электромобиль в меру безопасно ну что ж друзья давайте для начала оценим место водителя что у нас есть сразу к чему нужно привыкать это самый так скажем последний тренд это конечно шайба вместо рычага переключения передач ухты я не успел тут сесть уже тут зеркала настраиваются по уровню что касается зеркал кстати они не самые большие посмотрим как в городе как при перестроениях но пока я вижу что мне их будет не хватать я привык таким найти большим лопухам возвращаясь к шабе все просто нажимаешь педаль тормоз на самом деле здесь много еще ограничений ты должен пристегнуться обязательно не пристегнутым не включится и и либо драйв либо нейтрал либо задняя скорость из всех помощников вот тут в этих сотах у нас только отключение системы активной безопасности то есть abs надо поддержать а ср трекинг control и еще одна кнопочка downhill assist ну я не знаю нужно ли кросс хэтчу downhill assist он он здесь есть это помощник спуска с горы собственно говоря и все здесь есть автоматический тормоз причем с кнопочкой автохолд вы можете использовать автохолд и имейте ввиду что с автохолдом уж точно не пристегнутым вас машина никуда не повезет роль действительно маленькие сразу меня напрягают вот я сейчас настраивал свет здесь есть даже режим ага только задний противотуманка ну клавиши очень маленькие не знаю для каких там китайских рук потому что то есть и ту же не маленькие люди и настройка настройка у нас дворников собственно говоря тоже здесь можно настраивать периодичность настраивать задний дворник все понятно но вот эти клавиши сами рычажки посмотрите какие они миниатюрные как и руль я сначала удивлялся ой какой классный спортивный руль а сейчас понимаю что он такой не знаю больше женский ну чтоб я не слышу вот это вот электромобильная история когда ты не слышишь включен двигатель не включен но начинаем движение и передо мной сразу же так скажем виртуальная панель приборов это здесь и видна мне кажется что это очень удобно отрибут современных автомобилей когда ты не отвлекаешься ни на спидометр хотел сказать здесь то у нас не спидометр здесь у нас на проекционный на проекционном экране прямо на зеркале на стекле режим город тишина нету здесь не звука двигателя не какого-то свиста стоек да то есть вообще тишина полная тишина чем не просто держат смотрите как сейчас у нас ups а вот и не получилось почему включили 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 настроили я забыл кнопку просто настроить кнопку включить потому что после каждой остановки нажатие педали тормоза вы ее естественно отключаете но это город приходится все время то включаться то выключаться поэтому не забыть так вот круиз активировали макро и свете загорелись и синие полосы на нашем маленьком дисплее и сразу же настраиваю расстояние до следующего автомобиля для того чтобы опять-таки предотвратить дтп неприятное дтп которое может быть если вы вдруг отвлеклись где-то по телефону где-то с пассажиром смотрим ну во первых руль да мы не будем его там постоянно отпускает на вам показываю как он эти корректирует корректирует держит центральную центральное положение посмотрите у нас такой загиб отлично посмотрите как отлично он прекрасно еще и там супер он еще и затормозил как раз перед автомобилем на два корпуса как и поставил поэтому но особенно для неопытных водителей или знаете как бывает устанешь за целый день садишься уже в машину едешь и не обращаешь внимание на какие-то такие вот мелочи что ты тут немножко подкусил полосу что ты немножко кого-то подрезал вот эти умные системы они будут вам помогать и они реально работают по крайней мере в городе работают прекрасно немножко приходится а вот мы сейчас съехали а ну правильно я же не включил опять и остановился не включил то есть каждый раз нужно включать после остановки после нажатия на педаль а еще вам расскажу про так называемый режим одной педали водитель электричек меня поймут а вот водители двигателями внутреннего сгорания подумают что это такое за фига тень вот можно пользоваться только одной педалью газа по сути когда вы отпускаете у вас происходит рекуперация то есть в зависимости от режима движения например на эко и к плюс он более активно здесь нет например настроек джами 3c как на тесле когда вы можете режим рекуперации изменять сами то есть от 0 до 100 процентов или там поставить как вам удобно 20 30 50 здесь по сути зависимости от настроек режима вождения автомобиль сам выбирает режим рекуперации спорте он минимальный ну то есть вы практически не замечаете когда бросаете педаль газа но автомобиль ощутимо все-таки притормаживает зато в режиме эко плюс если вы бросите педаль газом я щас это сделаю да смотрите в городском потоке мы разогнались до до 55 километров бросил педаль и вот смотрите вот 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 он прям вот тормозит вот сейчас до 30 такая активная рекуперация в это время естественно заряжается наш аккумулятор заряжается наша батарея и мы можем что называется еще экономить в этом режиме вообще тишина полная тишина ты только слышишь как обгоняющий автомобиль и звучат их шины не твои звучат их движки ну и конечно слушайте у нас же есть еще вот такой вот такая опция они бы прояснилось уже к обеду супер удобно когда твои руки лежат постоянно на руле причем в городе за счет адаптивного круиз-контроля вот я несколько раз разгонялся тормозил чем я понял что можно просто автомобиль просто автомобиль оставить на круиз-контроле не пользоваться педалью тормоза а только пользоваться педалью газа и это работает то есть и круиз не отключается и самое главное роль посмотрите вот видите ощутимо он корректирует полостность корректирует центральное положение на полосе самое главное он тормозит посмотрите сразу же две машины меня попробовали что называется подрезать сразу же держу держу роль спасибо за напоминание сразу же радар железо являет он сканирует пространство впереди и естественно сразу реагирует на вот эти все подрезочки на вот эти все неприятные вещи здесь у нас на проекционном экране прямо на стекле отображается спидометр скорость наша текущая и так скажем наши помощники вот у нас сейчас сразу же изначально включено соблюдение полосности еще здесь есть и это большой плюс чего я не встречаю во многих во многих автомобилях это сильно влияет на безопасность это датчик слепых зон ну поверьте в городе вещь просто незаменимая и даже если вы супер бупер опытный водитель очень часто вдруг откуда не возьмись появляется какой-то летчик который слева или справа очень часто подрезает вас и конечно вы перестраиваетесь к не зеркала со слепыми зонами очень помогает очень предотвращать серьезно влияет на безопасность и предотвращает дтп это факт в остальном вот у нас отображается эко наш режим всего машинка проехала за свою жизнь 1900 километров ну и наш trip наше путешествие за сегодня также показывается вот собственно говоря все что есть перед глазами удобно больше ничего не надо такой современный современный автомобиль мне нравится как раз вот этот минимализм вот эта простота ничего лишнего никаких тебе нагромождение кнопок ну и сразу же настроим наш климат просто все либо вырубается одной кнопкой of либо мы включаем авто вот вентиляция вы видите на экране у нас сенсорно можно передвигать тоже меня уже руки под замерзли за сегодня а что будет например зимой да в перчатках как жаль я еще в октябре перчатки не ношу но удобно что все эти клавиши все это управление дублируется здесь на панельки для вентиляции для обдува это очень удобно вот у нас сразу же обогрев а и изучим еще момент да у нас есть кстати нет у нас на мной приборки а это для для города очень нужная штука это внутренний забор то есть придется тогда в любом случае заходить в экран панель и отображать здесь есть еще очень классная китайская противоковидная история айки с и и он на очистка воздуха вот где-то здесь говорили представители жили за бардачком стоит целый не знаю там какой-то рекуператор какой-то очиститель которые вот ионами прям очищает и наружный воздух самое главное при внутреннем заборе что очень важно он очищает внутренний воздух по идее ни одна бактерия ну и видимо к видные бактерии уж не знаю каких там дельта гамма или бета уже столько сейчас появились ребята обязательно прививайтесь я привился и не жалею и сделал правильно так вот эта штука очищает от всякой гадости классно классно согласитесь продолжаем наш обзор еще важная вещь которая большой плюс для безопасности во многих кроссоверах или хэтчбеках или седанах стойки достаточно массивные большие они дождите полицейские они плохо мягенько еще один с разгона возьмем не глядя мягенько слушайте подвеска меня радует так вот стойки загораживают и вместе с зеркалом боковым у нас возникает так скажем слепая зона здесь дополнительные сделаны окошки и пространство между боковым зеркалом и стойкой как раз открывает те самые мертвые зоны нужная вещь да смотрите это классно это еще один плюсик в копилку безопасности автомобиля и обзорность еще интересная штука ну да вот быстро привыкаешь моментально привыкаешь к шайбе это гораздо удобнее обратите внимание когда вы включаете заднюю передачу зеркала становится чуть чуть ниже смотрите какой у нас есть экран смотрите какая четкость причем у нас есть как 2d так посмотрите и 3d прям с колесиками мы видим каждую ямочку куда мы попадаем мне всегда чешутся руки проверить наш автомобиль и тестовая на восьмерочка на специально тестовая площадка есть и прям сейчас ну как как поведет себя деми тряси на восьмерочке ну-ка проверим ну что я вам скажу вполне очень даже я даже не ожидал от различия настолько велики по сравнению с той же джили джесс я тестировал ее прошлой зимой и она мне показалось такой скучной мало интересной машинкой здесь абсолютно другие настройки а хорошо как свист колес как же я это люблю с этим автомобилем хочется хулиганить на дороге извините но это так геометриси на трассе первым делом что я перевел режим выехав за город режим спорт ну потому что это совершенно а смотрите как он заходит в повороты друзья мои ну я не ожидал вот реально не ожидал меня нет не было никаких там радужных иллюзий о том что вот джили сделает электромобили я ездил на джо метри а я не казался таким абсолютно скучным и неинтересным но за счет не знаю вот этого маленького руля вот этого не знаю абсолютно другого ощущения за рулем при переключении особенно в режим спорт во первых я только выехал и уже вам скажу разгонная динамика да я верю что этот автомобиль едет 6,8 секунд до 100 это правда потому что фактически с любой скорость вот здесь нет каких-то ограничений мы сейчас пробовали перестраиваться я слышал как прямо с места шины свистят я слышал как в повороте не самым резком машина ну вот заходит в этот приятный легкий занос потому что ну я сделал волшебную волшебную кнопочку отключил системы стабилизации конечно же от этого электромобиль еще больше раскрылся ну давай едь-едь показывай как ты соблюдаешь полостность посмотрите-ка иногда надо роль все-таки придерживать съехали съехали мы с трассы но немножко ошибся вот ошибки возникают то что касается электроники то что касается умных систем нельзя на них полностью полагаться ни в городе не за городом вот что касается так у нас полицейский лежачий не тормозит слушайте и подвеска с одной стороны она в меру собранная но как она проезжает и ямки и какие-то мелкие неровности она это делает уверенно плотно ну и конечно вот это самое то ради чего и покупают электромобили ради ураганной динамики ну 6,8 секунд вот это вот паровозная не знаю там не в 6 не в 8 и даже w12 цилиндров имени вот уже на кочках больших конечно покачивает вам не даст такую динамику разгонную как дает электромобиль с любой скорость при любом подхвате вы всегда чувствуете вот эти самые 310 ньютона метров согласитесь крутящий момент в данном случае решают многое получаю удовольствие просто получаю удовольствие и кстати в режиме спорт я не замечаю клевков и той самой тормозящей рук и рекуперации вот когда мы обменивались с павлом мурашко машинами у него его tesla y tesla white была настроена с максимальной рекуперации прямо отпускаешь и дальгаза и она сразу же сразу же тормозит в режиме и к желе геометре си также и немножко клюет и за счет более повышенной рекуперации начинает тормозить то есть как раз в городе в режиме эко ехать идеально можно пользоваться только одной педалью но зато на трассе включаете спорт машина просто преображается машина становится ну конечно не ураганным спорткаром не ламборгини или ferrari но получить от достаточно скромного ну по сути китайского хэтчбека характер такого хорошего спортивного заряженного автомобиля как сделали это китайцы на обычной барзе джесс но они это сделали и это полный кайф мк2 трасса максимально разрешенная 129 километров в час ну на самом деле вот она есть по 29 вы видите и машинка ведет себя очень прогнозируемо то есть и и они сносят при том что сейчас вот у нас достаточно сильный боковой ветер и если бы был чуть побольше автомобиля пришлось бы серьезно подруливать у нас все системы и круиз-контроль включен полостность включена три корпуса машины включена для безопасности поэтому еду я более уверенней и я вам скажу что несмотря на то что здесь ограничено давайте-ка мы вот как раз поставим 129 разрешенных вот по 29 я поставил на круизе он нас поддерживает расслабился я могу спокойно рассказать про жиле геометрии на шоссе на трассе на дальние путешествия этот автомобиль очень даже подходит несмотря на то что это компактный класс c небольшой и не так много все таки для пятерых здесь будет маловато место для четверых нормально для путешествия да вполне на трассе стоит уверенно мне нравится и вот это собранная очень четко очень емкая подвеска мне нравится руль который в режиме спорт мы были на площадке восьмерку крутили и он показывал себя очень классно очень остро здесь естественно более свободный руль не помогает постоянно вот смотрите я конечно держу руль на руле стараюсь даже двумя руками но умная система помогает не входить повороты ходить в дуги это класс что еще нужно вот автомобиля дороге дальние дороги максимальная помощь ну не забудем про люк то серое то самое серое свинцовое белорусское небо главное вовремя свернуть тормозим полностью до нуля переводим в режим спорт и смотрим как будет разгоняться геометрисе в этом режиме а вот здесь сразу же чувствуется меня как да да сушки но это совершенно другая динамика вот конкретный пример я не знаю на сколько секунд но ощутимо на несколько секунд на 2-3 секунды мы разогнались быстрее чем в режиме эко тем более даже в к плюс не буду давайте еще один дубль сделаем от тормозились до нуля и ну да есть небольшое замедление в начале зато у нас на 150 полностью показывает мощности вот она сотня слушайте ну вот я рад я рад что китайцы все-таки перемудрили это совсем не джесс даже близко джесс я теперь понимаю вот сейчас на трассе на этом разгоне почему геометрисе стоит в два раза фактически дороже чем его базовый собрат но здесь есть за что платить совершенно другую фактически ну не ураганную это не 2 и 7 как тесла с или как у porsche тайкон но мы же имеем тело с обычным таким малоразмерным автомобильчиком кайф просто кайф очень радует подхват фактически с любой скорости будь то вот мы сейчас едем на 380 чуть нажимаешь педаль моментально разгоняешься там до сотни до 120 легко с любой с любой скорости у нас идет такой нормальный хороший плотный паровозный подхват вообще движение на геометрии еще с включенными активными помощниками напоминает такой симулятор автомобильный вот ну ну это конечно не нет фоспит но как-то близко во первых все время те подсказывают то слепые зоны то полосность и пикает то расстояние до следующего автомобиля да еще этот маленький руль да еще этот маленький глаз это так уже даже назову глаз бортового компьютера который периодически выдает какую-то нужную необходимую информацию то есть фактически твое твое поле зрения сужается до лобового стекла и вот этого маленького экранчик может они поэтому и сделали его таким маленьким зачем тут огромные колодцы приборов когда самая необходимая нужная информация на текущий момент она находится вот перед тобой прямо сейчас здесь обгон мы сейчас делаем обгон и диаметре это делает просто играючи вот что мне нравится в электромобилях и джонни 3 здесь как раз самый яркий представитель вот этого поведения на дороге любой обгон ты не думаешь хватит ли тебе мощности хватит ли тебе ну предположим там расстояние времени для разгона все это абсолютно предсказуемо просто нажал на педали кстати здесь еще и педаль как у бмв как у автобусная напольная это тоже кайф у тебя нога расслаблена очень большой кайф ну что грунтовочка мы на разбитые грунтовочки на стиральной доске вы слышите как мой голос задрожал понятно что на джонни 3 придется выезжать где-то и вот на такие разбитые дороги на грунтовки на лесные дороги меня немножко не радует дорожный просвет я огорчился узнав что он даже не 180 миллиметров а всего лишь 140 то есть куда-то заезжать я не говорю там про карьер но в какие-то буераки я бы не советовал ну смысл смысл слышите видите как дрожит наша камера gopro наша экстремалка даже с супер стабилизации я думаю она передает биение которое весь весь автомобиль весь корпус вы испытывали что касается конкурентов у нас белоруссии пока официально продаются буквально 4 электромобиль это porsche taycan электромобиль стоимостью больше ста тысяч евро это игуар ipace это электро кроссовер стоимостью тоже более ста тысяч евро это бмв и 3 маленькие ну тоже бы я назвал кросс но не хэтчем а хоть просто цена его тоже запредельная и у нас еще есть один электрический audi то есть по сути в сегменте бюджетных автомобилей для жили геометрии си конкурентов нет ну что давайте подведем итоги нашего большого тест-драйва giligeo метриси электромобиль ну мне кажется что китайцы пошли на компромисс во первых сделав электромобиль на базе автомобиля с двигателем внутреннего сгорания но многие сейчас именно разрабатывают тележки базы электромобильная и на них уже доделывают серийные двс ки здесь же ну китайский подход в этом есть может быть компромисс в этом и есть а может быть экономия потому что на сегодняшний день из плюсов геометрии си чтобы не говорили но это самый доступный автомобиль на рынке так скажем россии беларуси казахстан если был же запустит его в сирию и сделает версию еще более недорогую тысяч на 25 ну ребята это уже как-то так вполне конкурентно из плюсов максимальная технологичность здесь есть все умные системы и удержание в полосе и удержание траектории движения и удержание впереди едущего автомобиля и причем это все корректно работает до несколько раз это не срабатывал да мне приходилось поправлять автомобиль но все-таки человек и нужен за рулем у нас нет пока стопроцентно автономных автомобилей из минусов ну мне кажется что если сравнивать там с теми электромобилями которая которым мы привыкли теслы премиум и бренды все таки достаточно скромный и по дизайну до скромный и по материалам интерьера ну да искусственная кожа недорогая пластик жесткий но сделано это все со вкусом с дизайнерскими такими элементами ну джили и есть жили электромобили есть электромобиль в этом мне кажется самый главный плюс доступны электромобиль от жили он есть это геометрику сегодня мы тестировали новые китайские электромобиль джили и джиометриси кстати может получить белорусскую прописку пока этот автомобиль вы не можете купить но заказы уже принимаются обо всех плюсах и минусах самых свежих новинок мирового автопрома вы узнаете из проекта автопанорама большой тест-драйв всем пока и в Субтитры сделал DimaTorzok